Представляем человека все меньше нуждающегося в представлении, Майя Парба, участвующий в президентской гонке Республики Суринам на пробиткоин-платформе, и которая является гендером многих компаний, я еще даже не перечислил, а толпа уже аплодирует. Так что, Майя, расскажи немного о себе, а еще немного посвяти нас в то, что сейчас происходит в Республике Суринам, и почему биткоин может стать полезным в стране. Фрэнк, спасибо за представление. Меня зовут Майя Парбу, и я занимаюсь предпринимательством с 15 лет. Так что, последние 21 год я работаю. Я бодаю целым набором разных компаний, от самых разнообразных импортеров до логистических компаний и строителей инфраструктуры, мострам дороги, плотины и дамбы. А в последние 6 лет я полностью посвятила себя процессу распространения в стране биткоина, а также развитию роста капитала в стране на основе биткоина. В прошлом году, после 3 января, мы начали работу с ним вместе с текущим правительством в течение примерно года. После того, как в Суринам приехал Самсон и встречи с текущим президентом, то буквально вскоре после этого все немного затихло. В итоге я раскрыла массированную коррупционную схему внутри правительства, когда один из советников президента осуществлял майнинг биткоин, используя примерно 10% мощности страны с 2021-го. В общем, вот таким образом пошли дела, а Самсон в то время уже начал настаивать, чтобы я вступил в президентскую гонку. Так что я решила зайти полностью в этот ринг, чтобы попытаться спасти страну от этой системной коррупции, которая происходила десятилетия за десятилетиями и за десятилетиями. Ясно-понятно. Я думаю, что одна из самых влиятельных вещей, может быть, самых важных, которые ты сказала во время нашей первой встречи, и которая в итоге была опубликована в Биткоин Магазин, была о том, насколько лично тебя затронула коррупция. Не уверяю, насколько ты готова об этом говорить, но, может быть, скажешь кратко, как это коснулось тебя в ранние годы, как итог твоего отца, выступающего против коррупции в этой стране. Да, я росла, по сути, когда мой отец был одним из самых известных предпринимателей в Суринаме, и всегда, знаешь, он создавал множество разных компаний, всегда помогал людям. И в то время он работал над созданием тем, что в итоге стало плаза-отелем в Суринаме, плаза-отель-кассино. Но в какой-то момент времени все пошло не по плану. Крупнейший банк в стране Суринамса Банк начал снимать средства с наших счетов, и все это закрутилось очень быстро, точно так же, как и... WSOT на нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все. Началось. Крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из записания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons, просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTA-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. За день до выхода статьи в газете, раскрывающей коррупционную схему, мой отец пошел к нашему текущему президенту по на то время, был министром юстиции. Он пошел в Центробанк, пошел к властям, и ничего не произошло. И за день до выхода этой статьи он был убит. Он был застрелен в местном кафе. В то время мне было 12 лет. И в таком возрасте это так сильно влияет на твою жизнь. Видеть, к чему приводит коррупция, видеть, как коррупция влияет на распространение наркотиков, влияет на отмывку денег, что происходит в Латинской Америке и многих карибских странах, как она влияет на людей. И системная коррупция, а также цензура в моей стране происходит и процветает и по сей день. Она повлияла на события в моей жизни и продолжает влиять на жизни остальных. Знаешь, наша страна не должна быть такой, которая является сейчас. Она должна быть одной из самых богатых. Она была 17-й самой богатой страной. У нас достаточно природных ресурсов. У нас есть нефть, золото, они в избытке. Мы должны быть развитой страной. Но она систематически откатывается назад. И все благодаря коррупции. Так что, поэтому то, что я делаю, я делаю благодаря своей личной мотивации. Что ж, не каждого в такой степени затронула эта проблема, как тебя. Ты поделилась со мной тем, что из-за того, что произошло, а также из-за инфляции, которая вызвана коррупцией в стране, люди в стране буквально выживают. Скажу для контекста, что в Суринаме живет около 600 тысяч человек. При этом, как ты и упомянул, это очень богатая страна. Поэтому, если бы в стране с ценностью обходились бы правильно и распределяли правильно по населению, все бы, вероятно, жили как короли и королевы, если не ошибаюсь. Не могла бы ты поподробнее рассказать, как люди выживают, и то, как ты хочешь это изменить, используя биткоин, потенциально переводя Суринам к стандарту биткоина? Что ж, люди потеряли надежду. Они наблюдают за тем, как их зарплата сокращается год за годом и за годом. Они теряют ее размеры из-за огромной инфляции. Ценность локальной валюты Суринамского доллара постоянно падает. Средняя зарплата в стране составляет от 150 до 200 долларов США. И в итоге людям приходится работать на двух-трех работах, чтобы попросту выжить. Они не могут позволить себе обладать домом. Процентная ставка составляет около 19%. У нас нет развитого рынка капитала. Это подобно Excel-листочку, обновляемому раз в месяц. Таким образом, у них и нет способов для того, чтобы хеджироваться от инфляции путем инвестирования или накопления. Поэтому они не могут ее обогнать за последние несколько десятилетий. Их пенсии сократились, и я вижу биткоин как способ для того, чтобы, по сути, немедленно прекратить эту коррупцию. Ведь из-за присущей ему прозрачности, то, по сути, как мы увидим траты правительства в открытой бухгалтерской книге, вы можете слить все затраты, сделав предоступное население. И этим способом, если кто-то подвергается коррупции, это сразу же станет всем доступно, тех, кто следит за траты на правительство, а также сокращая количество людей в правительстве. Сейчас у нас приблизительно половина рабочего населения работает на правительство. То есть это крайне неэффективная система, которая в итоге нас подвела. Система нашего здравоохранения рушится. Образовательная система рушится. Докенис Ю, одна из основных больниц, в больнице закрыта. Недавно погибли шесть младенцев. Это полностью вся наша экономика, а дети не видят будущего. Несколько недель назад мы проводили фокус-группы, в которых участвовали 17-летние, имеющие определённую онкологию и требующую пересадку костного мозга, для проведения операций к которым требовалось уехать в Колумбию. У меня разбивалось сердце, когда я им говорила, что если у вас нет денег в Суринаме, если вы не принадлежите одним из элит, то вы останетесь погибать. И виной этому это правительство, предыдущее правительство. Это наши руководители, которым по 60-70 лет, строящих в правительстве свою карьеру, построенную на постоянном поиске, как можно украсть как можно больше, за пятилетний период. И об этом знают всё наше население. Мы все знаем, у нас есть шутка, звучащая так, что в сегодняшней Сирии Суринам — это не настоящая страна. Ведь буквально еженедельно у нас случается коррупционный скандал. И это буквально разрушает надежды каждого о лучшей жизни. И я думаю, по тем нескольким интервью, что я давала, что надежда, дающая о том, что существует для этого решения, и что есть сообщество, которое может нас вернуть, а также имеющиеся примеры, такие как Сальвадор, у которых на самом деле получилось, даёт людям надежду. Ты упоминала ранее, что, глядя на Сальвадор, и то, что сделал президент Буккелия, разбираясь с огромным количеством коррупции, разбираясь с криминалом и сложностями, смог изменить ситуацию довольно быстро. Я думаю, что политики, о которых мы говорим, и меняющие ситуацию, подвергаются мыслям людей о том, что один ничего не изменит. Но в реалистичном времени двое уже что-то могут сделать. Мы также немного говорили о том, что многие люди не знают биткоин. За один день они им пользоваться не научатся. И трансформация денег какой-то страны в биткоин с необходимым для этого обучением, а также группа людей, пользующихся преимуществами традиционной финансовой системы, и с тем, что в этой системе происходит. Ты берёшь на себя большой груз. Я думаю, даже это мягко сказано. Можешь ли ты поделиться планом, и, может быть, какими-то действиями, как ты собираешься это сделать, если тебя выберут? Что ж, прямо сейчас мы работаем с моей командой, в которую входит множество людей со всего света, которые являются волонтёрами и которые к нам присоединяются. Мы работаем с очень известными мировыми экономистами из Австрии, и которые, по сути, имеют все знания и масштабы мышления, которые нам требуются для реализации того, что я планирую реализовать в Суринаме. Выборы пройдут в мае следующего года. И после выборов, то, что я в первую очередь могу сделать, это сделать биткоин законным средством платежа. Это однодневное действие, требующее лишь резолюции комиссии по иностранным биржам. Для этого не нужен парламент. В итоге сразу же биткоин может использоваться как законное средство платежа. И в течение первого же года мы собираемся перевести работу страны на основании биткоин-стандарта. Это означает, что зарплаты людей могут быть в биткоинах, заменяя суринамский доллар с атошами. И, по сути, вся эта идея и то, чего мы так все добиваемся, это отделение денег от государства. Это именно то, что нам и нужно. У нас небольшая территория, около 97% покрыта лесами. То есть, очень маленькая часть, 7% заселена, а 93% покрыта лесом. То есть, очень маленькая территория, очень маленькое население. Но мы очень гибки в действиях. Мы хотим приватизировать все государственные компании, сократить объем правительства, создать возможности для более открытых и свободных рынков. И в противоположность того, что вы сейчас наблюдаете в США и в Европе, где публичное, только и сейчас заговорили об этом, о повседневной теме, связанной с ЦВЦБ, ставящих вас под наблюдение и, по сути, чрезмерно подвергающих вас контролю и вашей жизни не позволяющих рынкам работать свободно, этого мы хотим избежать. И я полагаю, борьба с этим стоит свеч. Бороться с законным соблюдением налогового законодательства по иностранным счетам, бороться с МВФ, с Мировым банком, с этим неоколониализмом, происходящим в глобальном юге. И одновременно стать примером для остального мира того, как это может быть. Когда ты отделяешь деньги от государства, когда ты позволяешь предпринимателям и авторам процветать, когда ты позволяешь людям делать то, в чем они лучшие, и предоставлять им свободу для существования. И на самом деле я вижу будущее в избытке. Я вижу процветающий континент. Я вижу будущее не в виде антиутопии, а в виде утопии. И звучит это безумно, ведь прямо сейчас мир катится в задницу, прямиком к Третьей мировой войне. Но я считаю, что нам нужно больше голосов и стран, движущихся в направлении туда, где мы с вами уже сейчас находимся. Отличная подводка к следующему вопросу, который я хочу задать. Какая страна или какая часть мира, компания или юрисдикция, приходят тебе на ум, которая поможет с установкой этого, так сказать, нового стандарта, с твоим первым участием в президентской гонке и планах перевода страну на биткоин? Ведь очевидно, что это за пределами одного лишь Суринама, ведь будут те, кто этого не хочет, и будут также повсеместные силы, которые не хотят такого события. Могу представить, большая часть Запада определенно. Поэтому если говорить о международной поддержке, сообщества, то каким образом ты видишь осуществление этого перехода? Что ж, я думаю, сопротивления будет много, ведь твое сражение направлено против статуса Кво, поэтому битва эта простой и не будет. Но я думаю, что у нас есть друзья в Сальвадоре, я думаю, что у нас есть друзья в Аргентине, и я думаю, что у нас есть друзья в Швейцарии, друзья в Германии, и множество друзей в Нидерландах. Так что я думаю, если мы все объединимся и начнем совместно работать в направлении реализации этого плана, то возникнет эффект снежного кома. Посмотрите, как легко они реализовали планы во время ковида, глобально нас всех закрыв в течение всего лишь пары месяцев. Так что представьте, какой результат у нас может быть, если всю эту мощь мы будем использовать во имя добра, а не зла. Благодарю тебя. Сообщество биткоина друг друга поддерживает. Нам нравится идея видеть этот протокол как волны, поднимающие вверх все эти лодки. Но само по себе это не происходит. Часто мы говорим об этом как о Ходли, упоминая биткоин о, в конечном итоге, ваших пенсионных накоплениях. Но реальность такова, что многие в сообществе по всему миру используют биткоин для ежедневных платежей. И рано или поздно Сурена может быть одним из них. Я бы хотел от тебя услышать какой-то призыв к действиям. Скажем, ты получила эту должность, ты продвигаешь нововведение Суренама. Скажи, как обычный участник из этой комнаты может тебя поддержать? Что ж, многие биткоин-энтузиасты уже переезжают в Суренам, а также приезжают в гости. Многие также нам оказывают помощь на расстоянии. И когда мы, например, открываем новый магазин, они отправляют им один доллар, который равен примерно 38, простите, 31 суренамскому доллару, что уже сильно меняет ситуацию. А если пять человек мы отправят доллар, а еще у нас очень много людей, которые делают все возможное, а также помогают в рамках своих возможностей. И эта ситуация очень открыта. Мы открыты для любой помощи и от каждого. посещения, приезды, посещения обучающих центров. И, например, если вы хотите нам помочь с политической точки зрения, то знайте, что сейчас мы собираем средства, а наша кампания начинается в ноябре. В этот момент мы выйдем в медиасредствах, и если вы сможете поучаствовать, если вы кого-то знаете, кто может еще помочь, любым способом, мы будем рады этой поддержке. Так что сама по себе открытость во время кампании, а также открытость того, как мы будем это использовать, поддерживаются стараниями участников. И если мы все хотим поменять мир, мы все должны за это сражаться. Если мы на самом деле хотим отделить деньги от государства и создавать, используя биткоин-стандарт, то мы все должны действовать. Поэтому это ко всем призыв действовать, стремиться с места и помочь нам. И последняя тема, о которой я хочу поговорить, ты упоминал о биткоине и своем лидерстве, которое дает людям надежду. Но надежда может быть опасна, ты даешь людям надежду. Но мы должны понять, как можно взять эту надежду и использовать как катализатор. Например, для кого-то начать свой, например, бизнес, стать предпринимателем, или же просто реализовать возможности, о которых, например, многие годы считали как они стоящих. О том, как можно поменять национальную психологию, править мысли людей больше в эту степень, задуматься о возможности свободы. Как ты видишь развитие этой ситуации? Как ты думаешь, сколько потребуется времени, чтобы достучаться до большинства из 600 тысяч? Ведь многие понимают, что если у тебя есть биткоин, изучаешь биткоин, и он меняет тебя. Мы знаем этот процесс. Но сколько потребуется времени, чтобы изменить 600 тысяч суринамцев? Я думаю, что на это уйдет примерно один год. Аналогично тому, здесь речь идет о первом шаге изменений, который поможет им увидеть изменения. У Сальвадора в первое время было инвестировано примерно 1 миллион долларов в течение первого года. Наш ВВП составляет 3,6 миллиарда. Поэтому 1 миллиард инвестиций имеет огромное влияние на экономику страны. Это сразу же повлияет на жизни людей. И согласно нашему плану и стратегии, люди сразу же заметят изменения своей жизни в течение первого года. Но мы также считаем, что будет и эффект накопления. В 2028, когда в страну начнет поступать ройалти за нефть, тогда в страну начнет поступать дополнительно 2,8 миллиарда долларов ежегодно, чтобы поступать напрямую в суверенный фонд. Для людей. И для этого нам не нужно будет посредничество в виде нашего правительства. Люди могут обладать долей этого фонда, суверенного фонда напрямую, путем полностью ликвидного, выраженного в биткоине, и полностью прозрачного фонда. И лишь представьте этот эффект раскручивающегося колеса, маховика на нашу экономику. Мы можем существовать без чрезмерных затрат правительства, мы можем сократить размер правительства. Значительная часть активов может быть приватизирована, и нет никакой необходимости держать в руках правительства образование, здравоохранение. Я знаю, что дороги не обязательно должно строить правительство. Мы их сами строим. Повторюсь, многое можно приватизировать, а политическое устройство можно сделать аналогичное швейцарскому. Управление можно перевести до уровня местного самоуправления, районного, даже до уровня сообщества. Есть такие примеры. Непосредственная демократия. Технологический уровень в мире невероятен. Это 2024. Зачем продолжать жить в 90-х? А причина кроется в дуракратическом правительстве и в жадности. Жадность — единственная причина нахождения нас в этой ситуации. Так что нет никакой причины, почему мы не можем изменить ситуацию и начать уже со следующего года. Благодарю тебя. Я думаю, у нас осталась минута. Но вместо последнего вопроса я попрошу всех встать и поаплодировать этой девушке за то, что она собирается сделать. Спасибо.